Добрый день, друзья и все те, кто смотрит мой канал на ютубе, как научиться на духовых инструментах. С вами снова педагог по духовым инструментам Александр Винокуров. Я живу в Берлине, но благодаря интернету стараюсь свои знания и свой опыт распространить немножко дальше, и я делюсь с вами. Итак, мне задают много вопросов, как научиться играть на духовых инструментах. И сегодня мы поговорим о инструменте кларнет. И мы поговорим о первом уроке, как бы извлечь звуки на этом инструменте, что нам нужно. Кто уже смотрел мои видео, подписан на мой канал, я рассказывал о том, как правильно одевать трость на мундштук, как нужно закрепить, чтобы трость правильно стояла, потому что это очень важно для нас. Если будет трость стоять криво, то звук не получится. И самое главное, я говорю, какие ошибки допускают ученики, они не размачивают трость. Об этом нигде не написано, да, поэтому это можно узнать только из практики. И вот сегодня мы поговорим дальше, как же извлекать первый звук. Потому что ко мне обратился один мужчина, сказал, что он купил инструмент, у него были как бы занятия, но он не может понять, он в основном уроки, и он как бы не получается у него издавать звуки на этом инструменте, и думал, какие-то проблемы с инструментом. На самом деле мы прекрасно понимаем, что это духовой инструмент, и проблемы у нас могут... в том, что мы неправильно сделали какие-то навыки, еще бы нашего нету, поэтому его нужно развить. Итак, что мы делаем первое? Мы берем мундштук с бочонком, вот как я показал, зажимаем его в правую руку, да, и сейчас нам самое главное, это правильно сделать амбушюр, это сделать мышцы нашего лица, рта, чтобы так соединить, и положить правильно трость. Итак, я для своих детей, кто ко мне приходят и взрослые, говорю, что не нужно бояться, нужно просто широко открыть рот и положить трость на инструмент, трость без инструмента, я извиняюсь, положить на нижнюю губу. То есть, как будто вы пошли к зубному врачу, просто открываете рот. И вот мы открыли рот и положили на нижнюю губу трость. Дальше, а мы верхними зубами упираемся в мундштук, но как бы не очень сильно, да, и наша задача просто сделать плавное дыхание, вот как мы из себя берем дыхание и плавно выпускаем. Это очень важно, потому что есть трость, дырочка между тростью и мундштуком, она должна быть всегда открыта, через нее проходит воздух. Если мы очень сильно будем дуть, то слишком много воздуха, то звук не получается, если мы будем мало дуть, никакого не будет звука. И вот, что мы делаем, да, да, кстати, кому интересно, если вы положили меня на дыхание, в моих видео, пожалуйста, посмотрите. Я сейчас не буду на это отвлекаться, но кому интересно, как развить дыхание, как помочь себе самому, пожалуйста, смотрите на моем канале и такие видео. Итак, мы положили тросточку на нижнюю губу, закрываем рот и выпускаем воздух. Вот у нас получился первый звук. Как только мы его услышали, мы даже чуть-чуть улыбнутся, и наш подбородок пойдет вниз. Вы хорошо заметили, да, что доступство выше. Вот так мы можем контролировать, да, опуская и поднимая немножко, прижимая нижнюю губу, мы будем контролировать, и там дальше я буду учить вас вторую октаву. Сейчас вы увидели, что у меня мышцы на губах немножко напряглись, да. Вот нам первым, что я удаю ученикам, первое упражнение, это мы даже научиться губы расслаблять и улыбаться. Вот мы стоим, просто взятого смотрим на себя, не улыбаемся. Потом улыбаемся. И это нужно учиться делать очень-очень медленно и следить. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь перед зеркалом. И когда у вас получится первый звук на муштуке, да, с бочонком, вы можете старать первый звук, который будет без, ну, уже на инструменте. Это звук соль. Мы без ничего, видите, левая рука у нас наверху всегда, правая всегда внизу. Это очень важно, это очень важно по правильной постановке, не менять руки, да, потому что маленькие дети иногда меняют. И, как я учу на своих уроках, я быстренько вам расскажу. Значит, сначала мы учим первую октаву, это от нотки соль до до. Потом мы опускаемся дальше, ниже. У нас идет от нотки до до малый ми, это самая низкая нота. Вот когда мы уже освоили, да, от нотки, допустим, си-бемоль или соль до ми, вот даже дальше можно, наш амбушюр уже более крепкий, да, мы уже управляем дыханием немножко, дыхание у нас на опоре, и вот только тогда мы можем переходить на вторую октаву, потому что очень важный переход с нотки ля-си-бемоль на си-до. Вот у нас уже вторая октава, и как, как бы, изюминка, идет третья октава. Вот только в таком порядке я рекомендую моим ученикам осваивать этот инструмент. И тогда у вас все получается, потому что при моей методике, которую я объясняю, которую я даю, если вы занимаетесь дома, если повторяете те упражнения, я даю много упражнений на пальцы, на дыхание, на развитие моторики, на внимание, то у вас будет, конечно, большой результат. И зачастую, уже через 2-3 месяца дети или взрослые хорошо уже играют на инструменте, и мы играем с первых же уроков только ваши любимые мелодии. Кому интересно моя методика, кому интересно мои занятия, я даю онлайн занятия в скайпе, вы можете посмотреть мои уроки в фейсбуке, вы можете посмотреть мои уроки на моем канале. Если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста, не сняйтесь, задавайте мне вопросы, я с удовольствием буду отвечать в дальнейших моих видеох, я построю свои видео, может быть, так будет ответ на ваши вопросы, потому что для меня очень важен не мой монолог, а наш диалог, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте, что вам интересно узнать, какие бы вы хотели темы, чтобы я вам рассказал о таких инструментах, как кларнет, сасофон, флейты. Я большим удовольствием буду с вами делиться своими знаниями, своим опытом, и чтобы вы получали удовольствие от инструмента кларнет, от обучения на этом инструменте, и вы будете уже с первых уроков играть ваши любимые мелодии. Я благодарю все, кто сегодня был со мной за ваше время, за ваше внимание. Сегодня у нас непростое время, мы должны быть здоровыми, у нас должна быть крепкая иммунная система, и когда у нас есть духовой инструмент, мы укрепляем иммунную систему, мы радуемся жизни, у нас позитивное настроение, и поэтому мы будем всегда здоровы. Поэтому занимайтесь музыкой, музыка – это лекарство, музыка – это пища для души. Я благодарю всех, и до новых встреч, до новых моих уроков. Жду вас, и всегда с вами, ваш педагог по духовым инструментам Александр Винокуров. Спасибо. 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 Спасибо.